Людмила Ивановна, продолжается сбор подписей. Расскажите, пожалуйста, на какую тему? Ну, это сбор подписей. Мы, значит, адресуем в Конституционный суд Российской Федерации, в Московскую судебную коллегию, ой, Московской области, квалификационную судебную коллегию. И потом мы еще, наверное, будем это же письмо отправлять еще и в Государственную Думу и в Совет Федерации, потому что мы там ставим вопросы о том, что столько в законе каких-то недоработок, которые позволяют судье вообще ни на что не обращая внимания, делать, как он хочет. Пусть он все нарушает, но ему никто не может ничего сказать. И даже отвод себе он делает сам. То есть вот поэтому еще добавится Государственная Дума и Федеральное Собрание. Но это вот на тему того, что мы уже писали, ну, чтобы проверили работу судьи Цоя. А вот заседание на прошлой неделе, 19 и 21 октября, когда, значит, сторона защиты должна была свои доказательства невиновности доказывать, там, значит, судья запретил свидетелей со стороны защиты, запретил исследовать материалы дела перед присяжными, которые говорят о невиновности людей. Ну и потом еще вот 24 уже тут понедельник добавился, когда он вообще удалил Сергея Ивановича и Карепова Андрея из зала суда до окончания прения. То есть самые важные моменты, когда там вот еще что-то будут, защита еще говорить, и вот эти прения, когда человек может высказать всю свою защиту, он, значит, их удалил. Удалил, потому что, ну, так как ведет себя Цой на суде, то есть такое чувство, что он специально провоцирует людей, чтобы они, да, громко отвечали ему, громко не соглашались. А это все замечание-замечание, и выйдите отсюда вон. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, почему вы решили сегодня прийти? Я решила прийти, потому что опять убрали из зала судебных заседаний Карепова и Фургала. Это, я считаю, что это беспредел. Цой творит беспредел. Ну вот давайте напомним, вы мама Андрея Карепова. Да, я мама Андрея Карепова. Скажите, вот он уже сидит на протяжении трех лет? 19 ноября будет три года. Скажите, у вас связь с ним вообще какая-то есть? Никакой связи. Я летала в Москву, видела его, и все. Как-то был один телефонный звонок, мы с ним разговаривали, пять минут, десять, наверное, минут. Все. А письма? Письма. Я писала, ответа нет, значит, он не получает никаких писем. Я так поняла. Как вы думаете, в связи с чем вас ограничивают сообщением с сыном? А это пытки, очередные пытки, чтобы он жил в неведении, что как мы тут и как мы живем. Ну, это очередные пытки просто, на просто я считаю. Чего вы ожидаете от завершения суда? Я еще ожидаю. Вообще, я думаю, что и должны оправдать. Все-таки есть надежда на судей присяжных. Есть надежда. У меня надежда не гаснет, потому что там, я считаю, что нормальные люди, которые присяжные, судьи присяжные, я думаю, там нормальные люди. И они, я думаю, что поймут правильно и сделают правильный вывод.